вообще машина модная прибондая тут подсветка тут везде под а не знам я по-моему такой подсветки нет на ручках нету подсветки мне кажется я посмотрю это не сзади для личка крем не взяла лицо засохну уже засохну всегда же лежит у меня в сумке надо было вытащить на сегодня а спаси трата да 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 это те показать и мы сейчас едем до вот такого у меня тоже нет не на gps понятное дело у меня есть но вот так вот чтобы он вот так вот чтобы он не вот так показывал меня такого нет на машине хотя у меня более нового тебя постарше но у тебя она более наворочена чем у меня ашка ford я никогда даже не думала про ford мне казалось это отстой если честно а сейчас я люблю ford просто люблю всей душой обалденный ford классная классная машинка но не дешевле они дешевле чем toyota они дешевле чем toyota поток вот у которой я арендовала в этом в калифорнии она стоит 28 тысяч долларов новая большой сайса себе то есть настоящий сайт нет я арендовала на стоять я не люблю маленькие себе это не у тебя не маленькие это ты зря так как у тебя у тебя у тебя не 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 я просто знаю что такое смол сайса себе это это nissan rock это смол сайса 7 а это большой сайт я там когда арендовала я посмотрел классная машина особенно мне понравились вот тут вот на этих штучках когда желтенький мигает когда в слепой зоне машина приближается и я так покатались сколько же надеюсь на стоит смотрю она стоит всего там 26 или 28000 новая сзади этот самый ты за то это если вдруг кто-то переходит или там переписать или кошка даже бордюра у меня на моей тоже есть такая специальная штучка вот тут вот тут поставлен эта фигня а у тебя ноги-то сзади это почему когда мне меняли стекло они сказали надо обязательно поехать чтобы они настроили чтобы она правильно ловил от это ну там такая дура висит большая тоже перед глазами как бы столько лет ездила еще бы поездила без этой дуры ну повесили жила на повесили как понимаешь как впереди ты видишь а вот сзади как вот и задом не ездишь а ну ты же видишь у тебя же есть это камера а если пока боковой чуть-чуть а ну там не видишь а тут ну короче мне очень нравится ford особенно мне нравится твой ford несмотря на то что сколько и машинки лет семь лет потрясающе но ты с маленьким пробегом ее взяла ну алочка это вообще не пробег для для флориды это вообще не пробег тут нет ни снегов ничего это вообще нет шикарная колеса громадные машина вду тут внутри она просто смотрится как новая абсолютно новая смотрится на view и вот замечательно одного хозяина было 80 это это человек вот ездил как на работу от мне когда я взяла эту в лес я мне дать дали тысячу тысячу миль в месяц то есть 36000 миль я должна им вернуть тысячу миль это просто вот в магазин съездить куда-то съедет там все то есть то же самое за 7 лет 80 вот получала чек-чек только на работу куда-то ездил недалеко либо просто в магазин то есть очень очень легкое использование еще разори машина потрясающая прям все нет так загорелась игры все я бы я хочу точно такую же машину и мы уже нашли белую все и это вот я сейчас легла и поняла что нам маленькая для меня хотя машинка я почему-то была уверена что она очень большая что там буду сидеть и у меня это уже 7 сидений вот эти 7 сидений собаки они воды это из-за того что 7 сидений это да это из-за них вот такой подъем идет очень большой если бы у меня не было 7 сидений у меня она была бы как моя nissan xterra а я снять эти сидения не могу и кто мне в ту ли на эти 7 сиденьем если взяла бы 5 меня тогда она бы все складывалось поздно вася петь боржами нет нет я у них спрашивал нет там выбирается вот это переднее сиденье она ровненько складывается тут 7 сидений у нее идет подъем и чтобы сравнять подъем у меня вот столько вот место мне занимается понимаешь а если снимать эти сиденья только все надо выкручивать откручивать они горит там полный будет будет неровный я гряну я доску какую-то положение как нельзя ничего положить потому что она будет ездить и под и как бы испортит поэтому ничего я могу я какая нафиг разница я могу в ней все таки я вниз и сидеть то могу чуть склоню голову там что там я в ней сижу я залезла до залезла легла это даят я это да ничего я на ней все равно поеду где-то в апреле месяце я стартану сейчас хотела все таки мысли были поехать и поехать мы куда-то едем магазин я смотрим и в русский а я а я почему-то было видно что мы туда едем все все прямо мы едем и мороза все все сюда и сейчас смотрю в это и в где 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 в аризоне снег выпал думаю если бы я поехал это в колорадо в колорадо выпал снег да 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 потом вайоминг там вообще там вообще какой был ураганищик как по сносила повалила все эти траки громадный амазоновский драки просто свалил ветер не на машинкой это просто я влюбилась палочка на машинку вот прям сразу и буду петь ей песни всю жизнь вот это первая машина которую я просто вот всей душой и телом гриб моя машина классно громадная такая и вот она она чуть чуть ниже моей моей nissan xtr но она окажется внутри гораздо более объемная она она как вот или это еще она не может быть больше или надо померить размер ну она конечно она ощущается внутри еще более вы просто мне кажется тут столько места молодец молодец прям я всегда так ругалась не за эти машины да дурацкую машину купила она купила вот это первая машина которую я просто всей душой полюбила и восхищаюсь аж да не могу и сама так удачу больше всего потому что два люка не надо валют нет а лузик валюка это вообще это вообще цимус но вообще я когда села вот но все равно машина она чувствуется вот я зашла вот она я как дома тут ничего лишнего нет от этого громадного вот этого то есть она все она все она площадь и грилла шубить когда ты садишься на вот меня у знакомых они купили бмв я так вот бью а ну там она прям чувствуется как консервная банка а тут вот смотри лупишь и чувствуешь и вот она она мощь что вот она железо настоящие где на какой горит монтане глейшер парк и что там звезды это гор нет это гор и там снег на грамм и он не тает даже летом ага и туда ты можешь попасть туда только летом к 4 июля только разгребают все дороги нормально что можно проехать машину и вот когда ты туда приезжаешь там такие скалы ответственные и ты смотришь эти люк и ты видишь сеть ага здорово а машины едут медленно-медленно знаешь так продутся и вот можно этот люк открывать ну можно следующее лето поедем Монтон на двух машинах я на своей а вы на своей как раз я тебе хочу сказать летом туда и стоит ехать почему потому что тут жара а там летом сутр и там нету такого холода вот как ты в калифорнии была понимаешь там нету такого холода там таких ветров нет ну вот по крайней мере вот туда где я хочу вот в эти горы там вот тут такого ветра нет это у нас начало девятого за бортом 84 градуса а 72 внутри у нас да то есть он тебе показывает две температуры на моей машине на новой до навороченной только за бортом показывает да только за бортом они не 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 показывает внутренне не знаю как выставлять не знаю я на ощупь я на ощущение дорога как взлетно-посадочная полоса вот это светоотражатели стоят они сверкают камера не передает сверкание вот этого они все сверкают отражаются и по бокам вот эти вот штучки тоже отражаются просто как самолет может сесть запросто с закрытыми глазами самолет уже иногда и садится ну да у меня даже песок на зубах хрустит песок на зубах хрустит не слышу ты так говоришь как будто ты не ела три дня душ там не принимала на это я б здрасте Тони один душ принимал я другой я ж вся была в песке а не знаю во рту у меня я ж руд не промывала волна как дала я думала что меня вообще а Тоня кричит волна она как накрыла удар просто реальный такой вот наша новая на ухо они остались я была на работе а он остался с Валей с Эдиком на керке ну и Валя идет я уходила уже волна так поднялась знаешь волны начались и Валя идет купаться в шляпке значит этот самый и она заходит в воду а Тон летит тетя Валя давайте шляпу отнесу назад говорит шляпу забыли жнять шляпу и Валя говорит да ничего я в шляпе я хотела в шляпе чтоб лицо не сгорело ну и она же эта самая купается и там вроде как волны стихли знаешь и тут идет одна волна огромная а за ней еще больше понимаешь двойную да Валя первую перепрыгнула а вторую видят что уже не успевает и она такая ныряет и шляпу говорит держу руками и подныриваю под это самое выныриваю и шляпа у меня на это говорит они все павлинировали Антоша говорит Антоша как ты сказал тетя Валя тетя Валя как шляпа мол типа осталось на голове у них раньше было это какой большой кровать в прошлом году они этот самый говорит Тушка мы твою какой большой кровать говорит весь год вспоминали теперь будет какая какая шляпа на головах знаешь что это так шок какой большой кровать это было все мы ржались говорит у нас целка новая нога мы каждый раз говорит уезжаем мы что-то Антона увозим смотрит это как вы сказали как шляпана голова какой-то просто космос вот я снимаю снимаю дорогу просто какая-то космическая дорога ты знаешь я когда приехала я терялась вот когда вот эти разбуты ну едешь так классно разметно разметно если ты едешь по вот этой полосе дорога уходит на выход и ты туда я несколько раз слетала с трассы а потом хорошо там когда можно сразу выехать а если нет то а у тебя не бывает такого допустим едешь ты по крайней правой полосе и вот едешь ты дорога прямая прямая а человек раз начинает без включенного аппарата уходит направо и ты автоматически просто я иду за о чем-то думаю и иду за машиной а потом ловлю себя думаю просто что же я за ним то еду и вовремя успею перестраиваться но вот такое у меня есть что я просто иногда еду за машиной куда машина если она в пропасти я за ней еду ты знаешь вот я когда еду сама я еду сама а если я вот охватилась за какую-то машину я вот это буду за ней тоже как ты думать о себе да она у тебя как маячок впереди едет ага и все и вот куда она туда и говорит представляете я только что нырнула в этот в озеро gps привез ее привел ее в озеро едь прямо фонарей там нет она могла судиться с этим gps были такие случаи ну наверно наверно будет судиться да ну когда ты потерял машину этот самый за тюрьмес не ну машину слава богу достали только что она намокла да она вся ушла под воду машина ну это утопление считается она уже ну короче я не знаю как там девочка будет я надеюсь что она да она как бы и вот сразу додумаешь ну как ты могла ты что не видела там еще травы надо было много проехать а вот она видимо скорость была хорошая не знаю и в общем заехала прямо вон она икея айкея ну слава богу что жива здорова все остальное фигня но у меня мой gps до сих пор не показывает новый выезд на скоростную трассу 408 они открыли ее уже 2 года назад и она никак вот мой gps вот этот на новой машине и на новой и на телефоне они что ли они обновления не было обновления не было вот уже 2 года как открыли новый с Чикассоу ну новый выход на скоростную трассу они же построили мост и она не показывает нет она меня ведет через через golden road а на телефоне и на телефоне тоже самое и на телефоне ага значит это они как-то не обновили причем когда я подъезжаю когда я подъезжаю она показывает мне поверните на эту скоростную трассу но когда я выезжаю из дома мне кратчайший путь на эту скоростную она меня вот так вот обводит и через golden road она меня ведет то есть она просто не видит из дома всего этого ну и дура да зелда GPS конечно не с с с они